Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь предупреждает нас всех в Евангелии. Когда вы услышите о воинах или военных слухах, не ужасайтесь, потому что всему этому надлежит быть. Но и это еще не конец. Надлежит быть и воином, и военным слухом, потому что мир, по слову апостола и евангелиста Иоанна Богослова, лежит возле. И мир, понимаемый как совокупность греха, привел воплощенного Божьего Сына на крест. Этот мир до сих пор не хочет слышать Божье Слово и его принимать. Но мир имеет как начало, так и конец. И в конце истории мира Бог будет судить человека. Когда-то человек судил Бога, ставшего человеком. И осудил Бога на крестную с мир. А в конце всех времен сам Бог судит человека. Этот суд назван страшным. Не потому что страшен Бог. Бог есть любовь. Но страшен может быть человек и его дела. Нынешний воскресный день в церковном календаре носит название недели о страшном суде. И мы слышим притчу Христа Спасителя об овцах и козлищах. Об оправданных и об осужденных. И люди, согласно притче, оправданы потому, что они видели Христа голодным и жаждущим. И накормили, и его нападили. Видели Христа Спасителя странником и приняли его. Видели его без одежды и одели. Посетили его и в больнице, и в тюрьме. Бог стал человеком и отождествил себя с нами. И сделал все наши немощи и страдания своими страданиями. Поэтому сделанное ближнему, сделано Богу. И согласно притче осуждены те, у кого не оказалось никакого милосердия тому, кто рядом. Суд страшный будет в конце всех времен. Но этот суд уже идет. Потому что именно наше сердце, наши слова и наши дела нас либо оправдывают, либо осуждают. Святый Григорий Низкий когда-то говорил так. В каком-то смысле каждый человек будет сам себе судьей. Потому что в конце времен человек увидит себя в свете Божьей правды, таким, каков он и есть. И если мы будем осуждать себя сами, мы не будем судимы от Бога. Мы можем осуждать себя за очень многое. А прежде всего за осуждение полноты любви и подлинной верности Христу Спасителю. Если мы осуждаем себя, то мы надеемся на Бога. Мы можем надеяться на Его милосердие и на Его прощение. Аминь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ